Всем привет, с вами Игорь. Сегодня у нас обещает денек быть очень солнечный. Вот такое вот небо сейчас. Я думаю, что туч целый день не будет. И сегодня будет работать солнечная альтернатива на полную катушку. Вот. Буду отрывками показывать на протяжении дня, там через каждые 2 часа примерно, как все это работает. Солнечные панельки вот мои. Он еще с этой стороны только немного иний не сошел на них, а так уже почти они все очистились. Сейчас 9 часов 20 минут. Вот. Это мой 4-х киловаттный массивчик. Там только еще ветки, наверное, тенят и еще немного иний осталось. Да. Сейчас пойдем посмотрим на коллектор, как он там после ночи. Вот я возле солнечного коллектора. Вот он такой после ночи. Видите, он весь покрытый инеем таким белым. Солнце только-только начинает поворачиваться на эту сторону. Потому что здесь это юго-западная сторона. Вот. А панельки уже работают. Панельки у меня на юго-восток направлены. Они уже выдают. Вот такое время даже. Это 9.20. Уже там что-то ватт 700-800 они уже выдают. О, ну ладненько. Как только включится коллектор, заработает. Опять включимся, посмотрим. Итак, вот. 10.30 сейчас. Пол 11.00. И уже солнце достаточно повернулось на коллектор. И только что он запустился. Вот. Видите, еще немного иний на нем есть. Еще полностью не растаял. Вот. Средняя секция почти уже. А та третья, крайняя, еще вообще почти вся в Виннии. Но он уже стекает понемногу. Оттаивает и стекает. Так, посмотрим. Пойдем сейчас, сколько там температура. Вот. Вот мы возле термометра. И он сейчас показывает 23,3 градуса. Он только включился. У меня включение на 25 градусов. Вот. Он включился. И стало 23. Но опять температура сейчас растет. Видите, 23,4 уже. Солнце ее понемногу нагревает. Так. Сейчас пойдем посмотрим, что дают солнечные панельки. Вот, вот я возле своей солнечной контроллера солнечной электростанции. Сейчас работают 2-3 ступеньки. Первая она всегда подключена. И смотрим, что оно сейчас у нас выдает. 180 вольт. 180 вольт сейчас. 1000. 1060 ватт. Ну, киловатт. Киловатт уже идет. Ну, я думаю, дальше еще будет больше. Вот. Ну, ладненько. Все. Включусь еще через полтора, где-то 2 часика. Так. Продолжаем следить за работой солнечного коллектора. На протяжении дня сегодняшнего. Такими отрезочками небольшими буду вставлять. Вот. Сейчас мы видим уже полностью коллектор освещается солнцем. Только вот тот вон угол правый немного еще затеняется соседним домом. Сейчас 12 часов дня. И пойдем посмотрим. В общем, слышно, по-моему, даже как вентилятор сюда работает. По-моему, слышно. Так. Идем смотреть, что там у нас по температуре. Так. Вот у нас на термометре сейчас 51,2. Это и 3 уже. Ну, температура растет. Она еще будет продолжать расти. Примерно до 2 часов. Вот. Она должна, ну, по идее, достигнуть. Раньше так было. Солнца просто давно не было. Уже недели две, наверное. Может, три. Вообще ни одного дня солнечного. Но тогда дорастало до 70. Посмотрим, как вот сегодня, перед Новым Годом, дорастет ли так температура. Вообще-то это плохо, что она достигает таких температур. Но пока что ничего не поделаешь. Надо менять вентилятор. Вот, 51,5. Вот здесь вот у меня сейчас выдувается воздух. Ага, такая тепленькая. Теплый так, реально теплый. Даже очень теплый, можно сказать. Воздух идет отсюда. Здесь вот градусник у меня положил на полу. Сейчас посмотрим, что тут. 34 градуса. Это вот здесь вот на полу под трубой. Вот оно как бы из трубы прямо на градусник дует. Вот, а с этой стороны у меня забор воздуха холодного. Но я разделил такой ДВПшкой, чтобы как бы не было короткого замыкания. Вот. Как-то так оно работает. Ладненько. Включимся еще позже. Так, вот я возле солнечного ваттметра. Сейчас посмотрим. Шел 12 часов, вырабатывает мои солнечные панельки. А ну, фокусируйся. 209 вольт. А, надо переключить. А, 1180. 1180, 2,5 ватта. 181. Ну, я уже видел, между прочим, и 1300. Сегодня. Ну, я так думаю, уже оно начало понемногу падать. Мощность, потому что у меня направление на крыше панели юго-восточное. И они работают с раннего утра и до обеда. Это так максимально. После обеда они уже начинают падать понемногу. С 12 часов. Плюс у меня еще там летний югол. Совсем не тот. Ну, короче, для зимы это направление не совсем хорошее. Для зимы лучше, наверное, идеально южное направление. И угол близкий. Ну, зимний югол. Там он такой. Вот. Поэтому на трекере скоро установлю панельки. Будем смотреть, сколько они там будут выдавать. Мощность какую сравнивать вот с такой вот установкой на крыше. Ну, что-то у меня тоже будет 4 киловатта. Все ладненько. Отключаюсь пока что. Так. Вот уже 2 часа дня. Сейчас. Вот так вот светит солнце. Ну, вот если посмотреть по... Вот этому вот держателю спутниковой антенны. У меня стоят только крас. Получается, тень падает прямо сейчас на коллектор. Прямо, можно сказать, 90 градусов. Вот. Сейчас на улице, между прочим, отрицательная температура. Ну, небольшая. Ну, такой небольшой морозец. Земля, она так и не размёрзлась. Видите? Замёрзшая земля. Я думал, она на день размёрзнется. Но она не размёрзлась в тени. На солнце, там, где солнце светит на землю. Там оно немножко растаяло. А так-то... Сейчас минус на улице. Так. Идём смотреть, что там по температурах у меня. Итак. Вот мы возле нашего терморегулятора. И что мы сейчас видим? 71,2 градуса. Вот так вот. Я даже 71 и не видел. 70 видел, 71,2 не видел. И это при минусе наружном. Вот. Конечно, это плохо. Это плохо. У меня, как бы, получается... В коллекторе сейчас воздух застаивается. Он очень медленно двигается через мои антиканалы, которые я там сделал. Ну, кто не видел, смотрите, как я делал солнечный коллектор. Там всё есть в плейлисте «Солнечный коллектор». Вот. Там у меня воздух, как бы, омывает оцинковку с двух сторон. И вот там он, он очень медленно двигается. Потому что слабый вентилятор. Поэтому температура поднимается вот до таких вот температур. Это есть нежелательно. Я, как бы, не добираюсь сильно, много не добираю. Ну, и КПД, соответственно, падает коллектора. Так как, если на улице сейчас минус, а в коллектор нагретый до 71 градуса, это 70 градусов разницы. Это, представьте, какие теплопотери сейчас идут через там поликарбонат, доску. Тогда же и утеплитель, наверное, тоже. Вот, вот так вот здесь у меня сейчас дует воздух. О-о-о, это уже не тёплый. Это уже прям горячий воздух дует. Да, и труба такая. Вот градусник тут у меня лежит на полу, прям под трубой. Что тут он показывает? О-о-о, зашкалил 52, 52 градуса на полу у меня в доме вот здесь вот. Положил его, ну, струя прямо дует, получается, на градусник. Вот отсюда происходит забор воздуха. Даже слышно, что вот этот вентилятор, который всасывающий, у меня два вентилятора стоит, всасывающий, ну, до и после коллектора, то вот этот шумит как бы сильнее. Видите, ДВПшка разделила, и это сразу стало слышно. Вот, я подозреваю, что вентилятор, который уже на выходе, он уже всё накрылся, потому что я его не слышу как бы. Я слышу только тот вентилятор. Но это надо лезть, смотреть, разбирать, там снимать утеплитель, гофру снимать. Вот, вот такие делишки. Сейчас посмотрим, что там солнечные панельки выдают. Так, вот мы возле моего ваттметра солнечного. Сейчас он показывает аж 234 вольты и 530 ватт. Вот, ну, контроллер у меня такое плавающее напряжение. Может и просадить из до 160, вот, видите, и поднять до 230. Вот такой вот у меня. Ну, потери есть, конечно, при таком вот плавающем, но они не очень большие. Я там смотрел, сравнивал так. Есть, но не очень большие, да. Вот, ладненько. Включимся ещё позже, когда коллектор уже будет выключаться. Так, вот уже вечер сегодняшнего дня. Солнце, я уже не знаю, где там солнце, его уже и не видно. А вентилятор что-то ещё не выключается. Ну, коллектор ещё 26-27 градусов. Я не знаю даже почему. Уже, как видите, солнцем практически не освещается. Может, что-то там нагрелось за день, и оно ещё пока что отдаёт тепло. Ну, солнце уже, как... Сейчас попробую показать, где оно там, это солнце. Вот. По-моему, его уже нет. Вот, видите. Солнце уже нет. Ну, в коллекторе... Ну, оно падает. Сейчас он примерно должен уже и отключиться. Вот. Ну, вообще, мне понравилось, как он сегодня грел. В доме довольно тепло. Выше 20 градусов. Я не помню, что-то там 22 или 23. Вот. Так что тепловой насос я днём даже не включал. И включу его, может быть, аж вечером, как стемнеет. Там часов 10-11 вечера. Вот. Потому что в доме довольно тепло. Хорошо он нагрел. Так что можно, можно обогреваться такими коллекторами. Вот. Ну, он должен быть, конечно, большой. Маленький. Там его даже и не стоит делать. Смысл его делать маленький. И коллектор должен быть большой. Вот. 5-6. И, как у меня, вот, или даже больше квадратных метров. Вот. Ну, вот такой денёк сегодня был. Хороший, солнечный. Вот. Видите, туч почти нет. Там немножко такая дымка есть. Ну, её почти и нет. Вот. Как-то так. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом. У меня там есть ещё соображение по коллектору, как увеличить его КПД. Вот. По вентиляторах. Сейчас я изучаю там вентиляторы, смотрю на разных сайтах производителей. Там, какие они бывают. Типы вентиляторов. Вот. Думаю, весной уже буду менять вентилятор на более мощный, чтобы ещё больше получать с этого коллектора тепла. Потому что тепловая мощность у него большая, а вентилятор настолько слабый, вентиляторы точнее, что они просто не могут выдуть то тепло, которое в нём стоит. Вот. Это не годится. Ну, ладненько. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом. Может, какие-то мысли какие-то у кого-то будут интересные. Всё. Всем пока. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok